Друзья, давно я не снимал видео с квартиры, в общем некогда мне было снимать эти влоги. Смотрите, у меня уже шкаф появился, ну шкаф в кавычках, вот такая вот стеночка временная будет пока шкафа нет. Наличник на двери так и не поставили, так как не привезли до сих пор дверь в ванную. Она ожидается, за дверь в ванную переделку мне все-таки магазин требует доплатить. В общем такая неловкая ситуация, за их же косяки я должен оплачивать, ну в общем там посредники они как являются между фабрикой и мной, и такая ситуация неприятная. Ну в общем ладно уже, хочу забыть за эту дверь, закрыть этот вопрос и дальше идти дальше. Так, смотрите, уже вещички начал сюда перевозить, в спальне уже все розеточки, все зоны уже полностью, все уже расставлено. Здесь осталось только натянуть потолок. А, кстати, смотрите, я вот здесь уже сделал вот подоконник. Смотрите, сделал его по такому же типу как пол. Очень круто получилось. Это ведра сейчас нагрузку дают, чтобы он лучше приклеился. И для тех, кто помнит, на подоконниках установлены вот такие вот термостаты, которые регулируют температуру. Вот так вот выключаем, и через час у нас подоконник будет температурой 40 градусов, 42 по-моему максимум. То есть вот такая удобная штука, классная, я уже ее тестировал. Подоконники действительно получаются теплые, ну короче здорово. Так, давайте перейдем в ванную. Ванна это уже, смотрите, какая красота. Не совсем доустановленная столешница, но вот уже это так все выглядит. Это пока еще так держится на честном условии. Смотрите, возникла ситуация с тем, что кафе немножко кривой. И вот столешница плотно не легла. Соответственно, сейчас надо будет это все дело почухать, чтобы она сюда зашла. И на силикон ее здесь посадить. И еще дополнительное крепление снизу будет для устойчивости. Вот такой вот эффект воздушности получился на этой столешнице. И на этой тумбе. Тумба тут выдвижная. Тоже все на блюме. Задвигается, все красиво. Сделал эту тумбу мне тоже мебельщик Эдик. В общем, здорово получилось. Я очень доволен. Смотрите, как она круто сюда вписывается. Особенно вот так. О, да. Вот, а смеситель, вот он. Вот здесь лежит. Это тоже Гро. Вот такой высоченный. Он на такой длинной палке. Ну, в принципе, как поставлю, уже покажу, как он выглядит. Поехали дальше. В общем, кухня уже закончена. Все фасады установлены. Скинали, вот эту часть всю, я уже заказал. Будет для вас сюрпризом, какая она крутая. Очень необычная, скажем так. Ни у кого я такого не видел. Придет она через недельки три. В общем, изготовление вот этого всего скинали занимает три недели. По цене, ну, потом расскажу, когда уже три дня. Так, смотрите, у меня тут уже оборудовано немножечко. Чайник появился. Так, включу программатор. Программатор. Сейчас 23 градуса в квартире. Как только понижается температура ниже 22, включается котел. Вот подскажите, как тут можно записывать видео, если постоянно кто-то сверлит. Капец. В общем, на лоджии также уже сделал, видите, вот этот порожек. Ну, как сделал, практически проклеил. Надо будет убрать пленку с окон. И еще надо будет купить плинтус, который будет боковую часть закрывать. Ну, а так уже симпатичней. Хотели это все сделать и собрать буквально за пару часиков, но получилось, как обычно, до вечера. Ну, ничего, за такой вот все качественно получится. Да. Красиво. 39. 39. Сейчас размечаем лавник для того, чтобы, когда промажем его силиконом снизу, чтобы он четко стал по размерам, а не размазим его все по столешнице. Как будто украшение на торте. Ага, сливки взбитые. Ребята, полка уже закончена. Вы видите ее финишный вид. Она у нас находится в парящей обстановке. Вот, смотрите, там есть одно крепление и четыре крепления. Самой полки весны нет. Вот это место, оно специально останавливает. Для того, чтобы здесь поставить корзину для белья. Она тоже будет берегового цвета и красиво туда пишется. Так, что у нас тут? Не наполировал под видео. Только тряпочка-то можно сделать. Ну, ладно, не суть. Значит, смотрите, струя. Вот так убьет, то есть, нормально все, руки можно выть, достается. Конечно, раковина как бы сильно большая получается, такая хромостка. Но, с другой стороны, ей удобно. На смесителе задний есть тросик, при поднятии которого, ядеря опускания, мы можем регулировать вот этот вот клапан с льонки. Так, что можно было, допустим, и ребенку покупать, а не вам набирать. Маленького, конечно, еще когда. Ну, в общем, удобно. В компьютерной зоне мы сделали уже розеточки. Сверху над столом будет три, под столом будет четыре. Телефон выступает у меня в роли модема. Раздает интернет здесь. Вот, а за окном уже осень. Как хорошо лампу вписывается в стилистику вот этой столешницы. Я думал, может, и рабочий стол себе такого цвета сделать. Смотрите, как хорошо, красиво смотрится. Так, ребятки, у меня новое обновление. Уже появилась посудка. Это у нас Luminars. Вот в таком цвете. Очень круто смотрится с фасадами. Подходит для посудомоечной машинки. Такой набор. И вот такие вот еще. Пока что в малом количестве, потому что кто его знает, практично, непрактично, понравится, не понравится. Ну, в общем, вот такие тарелки. А, также из обновочек еще есть, смотрите, ёршик. Вот такой вот ёршик. Кстати, прикольно вписался в стилистику унитаза. Так что нормально смотрится. Музыка. 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 Ребята, потолки уже готовы. Эй, фокус. Фокус, ты где? Бочоночки здесь так классические. Смотрите, есть небольшая все-таки разница по цвету. Сатин более белый, чем краска на потолках. Так что сатиновые натяжные потолки даже круче. Вот здесь осталось еще один бочонок. Сейчас мне надо установить. И будет вообще красиво. Так, смотрите. Появился домофон. Домофон в HD-качестве. Со всеми всякими тут плюшечками, записями. В общем, полный комплект. И вот к нему такая кнопочка HD-шного качества. Короче, очень прикольная штука. Я прям доволен. Значит, здесь можно открывать дверь прям как подъезда, так и этой двери. Встроены всякие датчики движения, записи и так далее. И тому подобное. Короче, можно даже использовать его как фоторамку в коридоре. Можно музыку прослушивать, но это вообще зовет. Ну, короче, прикольно. Прикольно. Я вам серьезно говорю. Именно фирма Neolite. Ну, могу советовать, как домофон. Окей. Смотрите, какой-то след интересный по дисплею. Вы где-нибудь еще так отрывали на пенче? Ах, красота. А вот, кстати, обратите внимание. Я убираю тут каждый день. Вот каждый день убираю. И вот буквально сегодня поработали ребята. Смотрите, какой слой пыли уже в квартире. Просто жесть. Работали-то всего ничего. Вот так вот. Конечно, стройка после ремонта. Квартира пылится еще очень долго. Вот я приехал в очередной день. Дела у нас тут движутся хорошо. В сегодняшнем дне будут устанавливать ниши с подсветками. Вот эту. Вот эту. Потом ванной буду переделать подсветки. И на лоджии будет полностью по периметру вся тоже подсветка LED-овская. Для этих подсветок я прикупил вот такие вот профиля. Смотрите, они имеют угловую форму. Вот такую вот. С одной стороны на двусторонний скотч. С другой стороны на какие-то жидкие гвозди. Будем садить в ниши. И вот тут такой рассеиватель есть. Который, собственно говоря, будет равномерно рассеивать свет. Вот будут эти ниши установлены, вернее, эти профиля будут установлены вот здесь вот, внутренней части. Вот на них проводочка вы видите. Давайте уже как все это дело поставят. Я вам покажу, как это все будет смотреться. Надеюсь, будет круто. Вот, сейчас жду ребят. А, кстати, пока я жду рабочих. Посмотрите, какой вид за окном. Сегодня туман. Смотрите, какой за окном вид. Ничего не видно. Просто белизна. Вообще, кажется, первое. А, кстати, я уже вам еще не показал. Знаете, что? Так, в спальне-то светильники уже на потолке есть. Здесь парящий профиль. Здесь профиль гардина. А, и тут, и там подсвет. Значит, по основному свету я вам скажу, что вот этих 8-точечных светильников даже очень много. Я думаю, 6-ти хватило с головой. Потому что свет довольно яркий получился. Прям осветляющий ночь. Ну, я думаю, можно просто разбавить, чтобы включать пополам его. Ну, как-то через один. И будет неплохо. Ох, ребята, как же меня бомбит все-таки с этими дверями. Сегодня приехали поставить наличники. Но помимо наличников должны были еще и поставить дверь в ванну. Но, как обычно, уже третий раз что-то ее поставить так и не удалось. А вот все из-за того, что вот такой зазор торчал над дверью. В общем, кучу раз ее замеряли. И никак не могут сделать нормальную дверь. Ну, что ж. Опять месяц ждать. Это уже пойдет шестой месяц, когда я после оплаты жду эту дверь. Надеюсь, уже в этот раз ее сделать нормально. Но вот такие вот неприятности у меня и у нас это верят. А так дверьки уже стоят. Смотрите, как они выглядят. Зазорчики еще не выставлены. Немножко разница есть в них. Но вот так вот выглядит сейчас дверь. С наличниками, конечно, уже совсем другой вид. Теперь дело за пингусами. Я думаю, у нас очень редкий замечательный. Эти двери прикольные света видят. Смотрите, какой. Прям в пол. Световые полосы. Ох, ребятки. Блин. Смотрите, сколько всего купил. Сейчас будем распаковывать. Так, начнем. Первое, что я открою, это кастрюлька Tefal. Черного матого цвета. Давайте быстро распечатаем ее. Вы спросите, почему я ее купил. Почему Tefal, почему переплата за бренд. А все просто, потому что она единственная, которая мне понравилась. Она полностью черная, матовая. Весь стеклян на крыше. Максимально минималистично. Вот, смотрите, какая она классная. И вот такая крышечка. Тоже все очень строго, все матовое. Она, кстати, очень классно подходит под светильники, бочоночки мои. Мне нравится. Довольно вместительная. Значит, 4,5 литра, 2,4 сантиметра. Вот, такие у нее особенности. Продолжим дальше разбирать покупочки с эпицентра. Стеклянные судочки Luminards. Как и посуда, тоже Luminards. Классная фирма, мне очень нравится. В принципе, рекомендую. Очень качественные, хорошие судочки, которые не портятся со временем. Которые хорошо сохраняют пищу. Экологические, хорошие. Ну, в общем, класс. Цена, не помню. Что-то около 300 гривен, что-то такое. Дальше. Вот такая вот пахучка. Я их ногами держал, да? Значит, запах. Арион Хом Порфюм. Запах называется Сильвер. Мне он понравился, классный. Поставлю его в ванну. Он такой с палочками идет. Ну, как бы стандартная. Так, жидкое мыло. Какое-то обычное, дешевое. Там 30 гривен стоит. А для чего? Для вот такого вот дозатора. Ой, это очень классный камень. Прямо оно реально как камень. Смотрите, какая текстура. Качественный металл. Все очень хорошо, аккуратно нажимается. Вот. Ну, стоит не дешево. 560 гривен, по-моему, что-то такое за этот дозатор. Ну, не понравился, что-то не удержался, купил. Вот. Рекомендую. Тоже эпицентр. Поехали дальше. Так, взял пробник плинтуса. Смотрите, вот такие плинтуса хочу поставить. Это у нас производитель. Какой он здесь? Листво Перфекта. Какой-то там. В общем, вот производитель. Тут все написано. Не знаю. Сейчас буду примерять, как он будет смотреться. Но под наличники он подходит. Я специально под них подбирал. Дальше. Купил нож. Смотрите, он синенький. Четко подходит под кухню. Что-то меня не видно. Или не четко подходит под кухню. Смотрите. Ну, практически. В одном стиле смотрится. Нормально. И под этот нож, вот такую красивую рукоятку, я взял еще и дощечечку. Сейчас покажу. Так, нож порядка 200 гривен стоит. И вот такая вот, смотрите, дощечка. Тоже она толстая. Она прочная. Авокадо. Имеет с этой стороны синя-белую поверхность. Как тоже фасады кухни. Прямо под стилистику идеально подходит. А с этой стороны, ну для разнообразия под дерево. Под пол. Так, вот такие вот покупочки на сегодня в общей сумме вот это все обошлось, по-моему, если не ошибаюсь, 3 500. 3 500 гривен, это все. Гид, конечно, портит вот эти штуки, но скинали не делают. Сейчас делается скинали. Надеюсь, через недельку-другую она уже будет у меня здесь стоять. Надеюсь, очень надеюсь. Ох, ребятки, это все не закончится никогда. Ремонт каждый день. Каждый день что-то делаю. Сплю мало. Работаю на квартире. Работаю с ноутбуком. Работаю везде и во всем. В общем, очень насыщенные у меня дни в последнее время. Поэтому этот влог выходит с очень большим промежутком. Мне неоднократно люди писали, Дим, куда ты пропал? Где видео про ремонт? Ты что? Что случилось? Многие переживали. Мне это было на самом деле приятно. Так вот, я никуда не пропадал. Просто действительно у меня был тяжелый период в жизни. Мне не хватало времени в дне. Спал по 4 часа чуть ли не каждый день. В общем, действительно, очень было много различных дел. Ну вот сейчас я разгребся. Отснял для вас этот материал. Выложил это видео. Ну, надеюсь, поделился всеми своими обновками, радостями и какими-то эмоциями. Вот, в общем, высказывайте свое мнение, как вам, что понравилось, не понравилось. Смотрите, на кухоньке уже появились подсветки, все в одном стиле. Вот эта подсветка тоже будет гореть, но она сейчас, к сожалению, еще не установлена. Ребята испортили ленту, но это завтра исправим. Вот, также завтра я уже перевезу сюда кровать и, в принципе, начну здесь ночевать. Поэтому, я надеюсь, эта первая ночь будет успешной. Тут, конечно, многого еще не хватает на квартире скинали, которой я уже жду месяц. Дверь в ванной, которую уже жду 6 месяцев. Ну, а что поделать? Ничего. Маленькими темпами будем двигаться и делать, делать, делать. Так, в принципе, для жизни уже тут все есть. Смотрите, кстати, какая подсветка вот такая здесь на лоджии. Бу-у-у-у! Вот, кстати, очень ярко, очень красиво получилось. Ребята сюда поставят еще рассеиватели и свет будет чуть помягче. Но, в целом, уже круто. Красиво, правда? И мне нравится. Вот, тут несколько вариантов света. Это чисто диодочка. Можно так, можно так. Варианты света в квартире всевозможные. То есть, я сделал так, чтобы свет был под любое настроение. Вот, смотрите, допустим, в ванной сейчас, да? Вот такое настроение. Раз, в ванной уже совершенно другое настроение. И такой романтик настроения – это вот это. То есть, чисто синий-легкий цвет. Ну, так, чтобы в ванной поваляться, там что-то подумать. В общем, три разных варианта настроения по свету в этой комнате. Так, ну и мы переходим в спальню. Смотрите, как здесь уже хорошо, тепло, красиво, уютно. И здесь у нас вот такая подсветка. Вот, тоже парящий профиль. Как-то вспомогательный источник света. Вот такое настроение задает в комнате. И второе настроение создает основной свет. Он очень яркий. 8 источников света по 10 ватт. Освещает всех очень хорошо. Но, мне кажется, я буду пользоваться чисто вот этим светом. Его более чем достаточно. Тем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо большое. Поставьте лайк, поддержите это видео приятным рейтингом или комментарием. В общем, всем спасибо за внимание. Ну и, надеюсь, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok